Вот эта тема с финансовой грамотностью, мы начинали изучать это в Америке. Если смотреть, просто интересно, я не помню, если я поделился эти цифры с тобой, интересно. Если смотреть вот эволюцию бизнес-моделей, от баланса, продукт-центричный, клиент-центричный, отношение сцентричный, период продукт-центричности на американском рынке был от 76-й год до 98-й, где-то так. Значительный период продукт-центричности. И много банки сегодня еще находятся на продукт-центричной модели, но есть такая маска клиент-центричная, которая использует, чтобы скрывать свою продукт-центричность. Но этот период времени был после дирегуляции банковской индустрии в Америке, и продаж был просто дикий. Тогда не было такое понимание, кто наш клиент. Может быть, один продуктовый вертикал, который продал один кредитный продукт, и другой кредитный продукт на тот же самый клиент, и они даже не знали, что этот клиент имеет две разные продукты. Ну, целый этот период развития, то, что интересно, был упакован не на стоимость кредита, и как правильно и грамотно использовать разные финансовые инструменты. Это был, если вы можете, если вы платежеспособны, берите. Зачем ждать? Это всего 150 долларов в месяц и так далее. Если смотреть, вот это тот поколение людей, которые сегодня в Штатах уже приблизятся к пенсионному возрасту. И что происходит? Есть 44 миллиона человек в Америке сейчас, которые будут в пенсионный возраст в ближайшие 10 лет. Из них 60% имеют меньше, чем 10 тысяч долларов в сбережении. Тогда как это может быть? 60% от 44 миллиона человек, они не готовы к пенсии и не могут выживать с пенсии, которую получают из государства. И это все, это период, где никто не хотел, чтобы люди были финансово грамотные. Они просто хотели, чтобы они брали кредит больше. И статистика в России, если я не ошибаюсь, это тоже самые тренды, которые есть. Я помню, когда люди сказали, что горизонт планирования в России нет. Ну, этого горизонта планирования нет нигде. Если люди не... Есть время, когда нужно учиться, как правильно управлять финансами. И это, я думаю, интересно здесь. Если сравнивать, когда мы делали это в Альфе вместе, вот было больше людей заинтересованы здесь, чем в Америке. Ну, отклик был намного лучше. Ну, мне кажется, это, знаешь как, мне кажется, это вообще к вопросу про ответственность. То есть, может быть, такой чуть больший вопрос. И ответственность в том числе, кто отвечает за твою жизнь? Должен ли тебе кто-то что-то в этом мире? Насколько ты полагаешься на государство именно с твоей практической точки зрения? Ну и, безусловно, это функция модели. Мне кажется, в Америке последние несколько десятков лет, и Россия активно старалась это заимствовать, наверное, в 90-х, может быть, в начале 2000-х. Это такой консюмеризм, как я его называю. Когда, с одной стороны, это двигатель капитализма, потому что тебе все время продают. Тебе все время что-то объясняют. Тебе говорят, смотри, новый холодильник, новый телефон, новая машина, новая тосио, куча одежды. А потом ты задумываешься, стандартная женская фраза, полный шкаф одежды и нечего надеть. И вот, мне кажется, здесь такой же вопрос относительно того, хорошо, а сколько мне на самом деле нужно, что на самом деле важно, какие у меня долгосрочные цели безотносительно степени моего доверия, может быть, этому будущему. Потому что важный момент. Если у людей нет денег на то, чтобы жить на пенсию, это означает, что на пенсию они не уйдут. Если они не уйдут на пенсию, значит, они будут продолжать работать. Если они будут продолжать работать, степень обучаемости 60-летних, 70-летних либо должна повыситься, потому что, безусловно, мир меняется сейчас радикально. То есть посмотреть только на все системы видеоконференций, которым нам всем пришлось научиться за последние два месяца. Ну, хорошо, людям из корпоративного мира было это знакомо, остальные ничего не знали особо ни про Zoom, ни про Google Meet, ни про Microsoft Teams, ну, то есть не про все эти вещи. И это же все требует каких-то новых навыков, быстроты, подключения и так далее, умение общаться с техникой. Если большее количество пожилых людей или взрослых людей будет оставаться на работе, значит, будет создаваться дефицит рабочих мест для молодежи. Это существует сейчас уже в ряде европейских стран, где безработица молодежи доходит до 20-25%. И это мы еще не говорим про технологии, а тут еще вспомнить искусственный интеллект, которого все ожидают, что он сейчас придет и все поменяет. И прочее. Поэтому, мне кажется, это большой, сложный, комплексный вопрос. Но если я просто пытался как-то решить его для себя и для своих детей, я и решаю его достаточно просто. Это твоя самостоятельная ответственность относительно твоего собственного будущего. Ты не полагаешься ни на какую пенсионную программу, вне зависимости от того, в какой стране ты живешь. Твоя пенсия — это ты сам. Причем желательно иметь возможность еще, возможно, помогать тем, кому в тот момент будет больше нужна помощь. Будь это либо какое-то волонтерское движение, либо благотворительное, либо родители пожилые. Потому что, ну дай бог, если родители имеют возможность работать, имеют здоровье, самое главное, работать. К сожалению, ситуации бывают разные. Кому-то требуется медицинская помощь в том числе. И это базовая финансовая грамотность фактически с подросткового периода. Мне кажется, банки сейчас тоже начали смотреть в эту сторону. Запускаются различного рода приложения для детей, для подростков, детские карты. Пока, опять же, это больше как продукт, когда банки не до конца продумывают всю механику вокруг с точки зрения цели, то есть именно такого способствования финансовой грамотности. Но в мире появляются именно такие нишевые компании, которые решают именно эту задачу. И они действительно вовлекают детей и помогают детям вместе со взрослыми лучше понять, а что такое эта самая финансовая грамотность. Потому что очень часто в семье родители не могут объяснить, что такое финансовая грамотность, потому что они сами не очень... Они сами не знают, да. Да, но они знают, что мы получаем зарплату, мы ведем какой-то бюджет, мы что-то откладываем. Вот мы откладываем на долгосрочные покупки, вот мы откладываем на отпуск. Вот поэтому... Но вот, наверное, вот это их предел. Очень часто. Именно поэтому, в том числе, вот текущая ситуация, когда пандемия выявила, что количество россиян, у которых накопление превышает 2-3 месяца, ну их, по-моему, сколько было? Меньше 6, что ли, процентов людей, у которых это меньше 3 месяцев. Меньше 6 месяцев. Ну там, по-моему, вообще единицы процентов. И это, конечно, очень тревожно, потому что, да, мы долгое время живем в эпоху низкой безработицы, и у нас, в общем-то, социально ориентированное государство. Но при этом... Ну это в какой-то степени, это, безусловно, опасно просто. Да. Это правоуправление даже собственными рисками, рисками собственной семьи, с точки зрения финансовой независимости. Да. Я еще нахожусь на совете директоров благотворительный фонд в Америке, который делает финансовую грамотность для детей. И они делают это через школы, через вот клубы для домашних заданий с детьми и так далее. И вот задача для детей — это учиться, ну, базовые элементы финансовой грамотности, и потом идти домой и обучить родителей. Родителей, да. И тоже у меня есть еще маленькая история. Вот я был несколько лет на исполнительный совет в бизнес-школе в университете Невадо в Лас-Вегасе. И я всегда был удивлен, и я был такой, наверное, раздражительный голос всегда, который я сказал, ребята, вы даете диплом на финансы, бухгалтерии и так далее, и нету ни одного урока на личное управление финансово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...